Всем привет! Сегодня благодаря компании 070.com.ua, интернет-магазин, у нас на обзоре новейший фонарь от компании Nightcore. Модель называется MT40JT. Вот такой вот фонарик. Фонаря, по-моему, если не ошибаюсь, еще даже нету на официальном сайте компании Nightcore. Ну вот, с пылу и жару, то, что китайские фонарикостроители сообразили, то мы сегодня имеем. Значится название модели 4 элемента питания CR123 или 2 элемента питания 18650, CREX ML2U2, 960 люминов обещается, дальность засвета 600 метров и это, если не 600, то крайне приближено к этой цифре. 960 люминов, 24 часа, 600 метров. Вот эта цифра, конечно, поражает. 91000 кандел интенсивность светового потока. Падает с высоты 1,5 метра, погружается на 2 метра под воду. Предлагается использование вот такие вот варианты. Кратенько про фонарик, баркод, штрих-код, сайт производителя, изображение фонарика, вот такой вот шильдик. Ну и, собственно говоря, все. Самое интересное, как обычно, в середине. Фонарь действительно поражает своими возможностями, это действительно так. Поэтому, думаю, заслуживает всяческого внимания. Здесь у нас инструкция на русском языке по этой модели, что не может не радовать. В этом смысле компания 070 здорово относится к покупателям. Вот вот эта вот табличка с характеристиками. Кому интересно, ставим на паузу, читаем, смотрим. Дальше. Дальше. Здесь у нас заполненный гарантийный талон от компании Nightcarf с писанной моделью, писанным серийным номером этого фонаря. То есть, ну, отличные отношения, да? Дальше. Здесь у нас, как обычно, как обычно, темляк, клипса, гайка. Для такого размера фонарика, я не знаю, но тем не менее, есть. И зип. В зип нас входит два уплотнительных кольца и запасная накладка на кнопку. Есть такое. Дальше. Чехол. Это у нас нейлон или кордура, я не знаю, если честно. И внутри материал, напоминающий неопрен. Собственно, или неопреном, наверное, есть. Мощное кольцо для подвески на карабин. И, как обычно, да, как обычно, двойной подвес на велкро и просто колечко. Фонарик в этом самом... Вот, собственно говоря, сам фонарь в блистере. мы предполагается использовать вот таким вот образом его. Вот так вот. Так вот выглядит. Ввиду его не самого маленького габарита, производитель предлагает именно рефлектором вверх. Собственно говоря, вот такая вот довольно-таки типичная комплектация для компании Nightcore. Очень здорово. Все продумано. Собственно говоря, сам фонарь. Вот такая вот машинка. Не самого маленького размера. Здесь у нас на голове маркировка Nightcore MT-40JT. Я так понимаю, серийный номер. Ну, собственно говоря, и все. Что в этом фонаре самого замечательного, так это голова. Здесь мы имеем большого размера рефлектор. Рефлектор с глубокой посадкой диода. Рефлектор, я так понимаю, особым образом профилированный. Почему? Потому что, если мы внимательно посмотрим на отражение, то мы умеем то ли двойную гиперболу в рефлекторе, то ли еще какую-нибудь очень сложную такой изгиб самого рефлектора. Суть в том, что у этого фонаря очень-очень узкий ход-спот. То есть, благодаря вот этой вот особой форме рефлектора, мы, собственно говоря, имеем очень большую дальность засвета. 600 метров фонарь уже был на тестах. Посмотрите дальше, как это происходило все. Так вот, действительно, если мы имеем на дистанции в 600 метров какой-то объект, который можно рассмотреть, ну, например, дорожный знак, да, который возвращает свет, то его на эту дистанцию видно вполне. Все благодаря вот именно вот этому рефлектору. Дальше. Вполне обычного вида тушка. Все алюминиевое. Все у нас чернено. Здесь у нас кнопка. Дальше. Никаких сложностей. Пружина спиралевидная для упора элементов питания. Вот. Все довольно-таки обычно. С противоположной стороны та же самая конструкция на драйвере. Пружинка. Питается от, как я уже говорил, 4 элементра CR-123 или 2 аккумулятора 18650. Установим питание и посмотрим, как фонарь работает. Ну, собственно говоря, управляется с кнопки. Вот мы его подожгли. И фонарь включается в максимальном режиме. Что удобно, вот в этом режиме фонарь включается и выключается на максимуме без всяких сменов режима в этой самой кнопке. Если мы поворачиваем голову в противоположной, вернее, по часовой стрелке от руки, то мы переходим, вот, повернули, мы переходим в режимы, там, где есть несколько функций. В данном случае у нас функция стробоскопа. Они у нас переключаются кнопкой. Это у нас максимальный режим, средний режим, минимальный режим, сигнал SOS. Вот так вот. Ну и непосредственно опять стробоскоп. Стробоскоп. Этот режим, функцию мы можем оставить, повернуть голову и вернуться опять в режим максимального засвета. Поворотом головы опять-таки переходим в тот режим, когда у нас есть альтернатива выбора функций. Это довольно-таки удобно реализовано в том смысле, что небольшим поворотом головы мы тут же переходим в тот режим, который мы можем предварительно установить. Вот, допустим, стробоскоп, да? Установили здесь, вот, скажем, минимальный режим. Находимся в основном. Повернули голову и тут же минимальный засвет. Очень удобно реализовано. Единственное, что мне здесь не совсем понятно и не очень понравилось, то, что вот эти режимы переключаются именно поворотом головы. То есть, у нас голова на тушке вращается на той резьбе, на которой сама тушка голове привинчена. Но, тем не менее, производитель уверяет нас и заверяет в том, что при смене этих режимов сохраняется герметизация фонарика и он полностью сохраняет свою функциональность. Ну, не знаю, может быть, такое решение имеет право на жизнь. Мне, допустим, это показалось несколько необычно. Ну, необычно не значит плохо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...